Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Собираюсь я пройтись на рынок куда-нибудь, прогуляться немножко, пообщаться с моими девчонками, ну и заодно вот вам показываю мой аутфит. Как я не люблю эти иностранные слова! Проще ведь сказать «мой наряд». Девочки, вот такой вот сарафан, который я вам показывала, когда делала видео про свои все сарафаны. Одевала я его, наверное, один-единственный разочек, как купила и в Турцию взяла и одевала его там. Но мне в нём было жарко, потому что он с подкладкой, хотя это морлёвка, но всё равно с подкладкой и до пят. И что я сейчас сделала, как вы думаете? А вот что. Я его отрезала. Взяла и отрезала. Думаю, ну зачем он мне нужен? Такой длинный здесь, когда так жарко у нас. На ногах у меня вот такие вот босоножки. Босоножки, купленные в Турции. Люблю босоножки, чтобы были босые ножки, но несмотря на то, что у меня там косточка такая немножко выглядывает. Ну, что сделать? Никуда от этого не денешься. И сумка у меня сегодня белая. Вот такая. Ну, не совсем белая. Такая она. Топлёного молока, наверное. Ну, тут тоже много отделений. Вот ещё карман. Там два отделения. Внутри ещё есть отделения. По бокам вот такие вот кармашки. Вот. Но я не очень люблю. Это вареная кожа называется. Она, когда в неё всё положишь, то она становится очень тяжёлая. Вареная кожа, она очень тяжёлая. Вот. Может, кто-то скажет, что в таком сарафане неприлично в городе ходить. Девочки, ну, а если у нас на улице больше 30 градусов? Мне что, шубу одеть? Я таю. Даже в этом сарафане я таю. Вот. Ну, пойду, девчонки, прогуляюсь. Ну, а вы пишите, нравлюсь я вам или нет. И носите ли вы сами сарафаны? Ну, может быть, на работу. Если б я работала, то, может быть, куда-то в офис. И не очень было прилично так вот совсем такой раздетой ходить. Даже когда я работала в кинотеатре, я тоже сарафанов таких на работу не ходила. Хотя у нас не было дресс-кода, что там как-то надо под горлышко что-то завязать, закрутить, замотать. Не было такого. Ну, в сарафанах я не ходила. Сарафаны у меня эти были только сугубо отпускные. Вот. Ну, а когда уже на рынке работала, давала отпуска там своим девчонкам, то там можно было ходить, в чём ты хочешь. Всё, я пошла. Ещё один кустик радует меня своей красотой. Посмотрите, 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 какая красота. Шикарная роза, шикарная. Вот они какие, вот они какие красавицы. Так, а что это? А что это, девочки? Опять я смотрю. Опять я смотрю. Один и тот же куст. Да, куст один и тот же. Но с этой стороны вот такие вот светлые. А, нет. Ну, вот, опять они сплелись. Это совсем другой куст. Вот, этот куст, вот красный, вот он. Вот он, красный куст этот. Красавицы такие. Ой, какие красавицы. Дайте-ка я их понюхаю. Пахнет, пахнет. Очень-очень вкусно. Очень вкусно. А это куст другой. И просто он так повернулся здесь. И кажется, что они, что они, что эта веточка от того куста. Вот. А вот там вот кустик у меня пропал. Одна веточка только торчит вот возле светлячка. Вторая совершенно. Вот он в прошлом году был маленький совершенно. А в этом году совсем, совсем умирает. Ходила на рынок. Отстояла, наверное, с полчаса в Рудаковском ларьке. За помидорами, за огурцами. Ну, не стандарт девочки брала. Вот такие вот огурцы. Они порублю. Взяла килограмм огурцов. Взяла килограмм помидор. Вот такие вот помидорки. Надеюсь, что там не будет вот этой вот белой середины. Ну, завязали очень хорошо. Одной рукой не развяжу. Да и двумя не развязала. Вот такие вот помидорки. По 2 рубля килограмм. Крепенькие, красивые. Не зеленые. Тоже не кондиция считается. Прекрасные помидорчики. И взяла хлеб опять свой. Хуторок. Потому что прошлое я вот столечко вот съела. Остальное у меня заплесневало. Я выбросила. Ну, спасибо. Мне подсказали, что лучше его держать в холодильнике и сменить вот эту вот верхнюю упаковку. Потому что упаковывают его горячим. Ну, и взяла кусочек колбасы. Небольшенький взяла. Я думаю, ну, сегодня это по акции. Следующий. Через день будет другая по акции. А мне на пару дней мне этого кусочка мне хватит. Не брала никакое печенье, ничего. Потому что вот этим нагрузилась. Этими овощами-то не тяжелые. Думаю, ладно, в следующий раз. Помидорки оказались неплохие. Посмотрите. Только вот такая вот маленькая-маленькая серединка. Это чудесно. Сейчас нарежу, сделаю салатик себе. Бутербродик. И что еще надо? Готов мой обед. То ли обед, то ли ужин. Как угодно. Я сейчас одна. И готовлю тогда, когда мне хочется именно есть. Это когда был Максюшка. Его надо было накормить завтраком, обедом, ужином. А для себя вот так вот бутерброды. Салатик. Посыпанный перчиком. И вкусной солькой. Вот такой вот. Там есть укроп, но он очень маленький у меня на огороде. Невозможно его найти. Ну и шиповничек, девочки. Шиповничек. Он у меня уже заканчивается. Надо как-то будет выбраться в светофор, потому что он там тоже есть. Так что я буду кушать. Приятного мне аппетита и вам. Если вы со мной вместе кушаете. Только я вчера прополола грядку. Видите, чистенькая, выполненная, сухая. И это чудо уже лежит на этой земле. Вот любит он свежую землю. Ну, как только прополешь, то он обязательно будет там. Так, вот показывает, как он разлегся под розой. А роза-то с шипами. Шмяча. Ой, 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 ой. Мальчик мой. Мальчик мой. Отвернись оттуда, зайчик мой. Посмотри, какие шипы там. Посмотри, какие шипы. Шмячуня. Ну, не надо так в розу. Поколешься, оборвешься. Да, мой красавчик. Я знаю, что ты красавчик. Знаю, что ты, мой красавчик. Покушал, пришел. Вышел и здесь лежит. Но здесь же жарко. Катуся мой. А, мой Катуся. Катуся мой. Катуся мой хороший. О, зачесалась. Поскребли его, и он ему зачесалась. Ой, как мы зеваем. Мой красавчик. Красавчик мой. Какое облако интересное. На собачку похоже. Видите собачку? Какая красота. Бывает же такое чудо. Какая красавчика. Есть. Есть. Есть.